МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программы новин Рахиёна у студии Павел Савицкий. Витаю вас, глядите вы в этом выпуске. Фейерверки с надписом взроблены на Могилёшине на рынке пиротехники. С планами и перспективами знайомилась Наталья Еленич. Кольки же хоров в области потерпели с початку грибного сезона, и як позбегнуть визита до уроча, глядите праздник, кольки хвилин. За парку полный контакт, ураджение и просто добрый настрой урубрыцы на уластные вочи. Фейерверки с надписом взроблены на Могилёшине не могут худко з'явиться на рынке пиротехники. Завод по их вытворчасти под Могилёвым планует побудовать китайские инвесторы. Тые вытворцы, что подарили салют Могилёву на его 750-е годы, и рыхтовали перетехническое шоу для Олимпиады Лондона, Пекине и Рыя. На мер пробудовництва нового предприемства лидеры вытворчасти перетехнической продукции огучили керовництву Могилёвского района и отрымали одобрение. Засталось и только подобрать вытворчую пляцовку и обмерковать умовы деянности такого предприемства с отповедными службами. Два варианта супрацовництва с Могилёвским районом пропоновали просовники китайской делегации. Первый – побудовать завод по вытворчасти фейерверков. Другий – разместить на территории района свой особливый технопарк с шастю вытворчастями. Плануется выраблять порох, техничные нитки и далее фейерверки. Так бы моець целый цикл по вытворчасти перетехничных вырубов. Для этого потребятся и склады. Простовников Могилёвского района обо две пропоновые зацикавили. Позволят Могилёвскому району создать дополнительный проект где-то около двух тысяч рабочих мест. Это позволит дополнительно поступить доходы районного бюджета определенную сумму средств. Ну и создание новых рабочих мест позволит улучшить финансовое состояние Могилёвского района. Китайских бизнесменов привабили умовы працы в Беларуси. Инвестиционные предприемства первые семь годов мают и льготы по податках. Теперь необходимо найти необходимую вытворчую пляцовку, как магадалей от жилых населенных пунктов. Таких умов потребуют нормы для названной вытворчасти. Все вопросы, связанные с безопасностью, будут согласованы с экологической службой, с МЧС и с санитарной службой. И учитывая то, что это предприятие будет строиться новое предприятие, значит все требования, которые будут предъявляться, они будут предъявляться с учетом действующей безопасности. Специалисты означают, что когда все отримается, то завод фейерверка у Падомогилёвом станет одним на траекторию Европы. И размещенный он будет близко до заходных споживцов. Для китайских бизнесменов это важно. Наталья Ильинча, Виталья Алексеенко, Новина Рагиона. На приконце тыдня шмат, где пройдутся районные дожинки до приклада в Кировском районе, до святых хлебороба урыхтует городок Любоничи, до речи минавитопразгыт или населенный пункт сбоку Бавруйска, иди дорога до кличшего селетней столицы областных дожинок. А по словам маляров, для их дорогая кожная хвилина тому час помеж дожами не морудить. Засталось дофарбовать администрационный будинок. Разом с тем работы по одобру упорядкованию агроградка Любоничи ведутся другий год за пар. И нарешті вырешена великая проблема з речищем речки Любонка. Вода заходила к людям во двор, в пристройки, везде, поэтому у нас была вечная проблема. Примерно метров пятьсот уже расчистили полностью. То есть у нас здесь было очень много больших зарослей лозы было, ивняка, и все это убрали. Агрогородок Любоничи – один з буйных насильных пунктов Кировского района. Тут живуть больше запау тысячи человек. Мясовы жахары активно допомагают у добру упорядковой невезки, как не соромно было перед гостями. Много было удалено пустующих домов, хозяйственных построек. Вырезана кустарника, подготовлена земля для вовлечения все в оборот. Местное население тоже принимает участие. Кто-то более активно, кто-то менее активно. Нам оказана спонсорская помощь, например, нашего местного жителя, для покупки краски, чтобы обновить заборы нам. Восстанавливаем около трех километров забора. Обустраиваем парк центральный, который будет и после дожинок дальше продолжено облагоустройство. И мы планируем посадить то, что мы вырезали деревья. Я для населения хочу, чтобы люди понимали, мы планируем больше двухсот деревьев и посадить там. Даречи, на место варыных древ зявились этикавые клумбы, былую агарочу отдали для доброго парадкования дворов. Жихары Любонич кажуть, яны будут сустракать не только районных переможцев Жнева, празд Любонич и дядарога на Кличов, столицу селетних областных дожинок. Татьяна Сергеевич, Александр Тарасов, Новины региона. У Осиповицким районе у вынику дорожно-транспортного здарения загинула Жанчина. ДТЗ отбылось ночью на автодорозе Минск-Гомель. По информации Держаутоинспекции, автомобиль Фольсваген сбил Жанчину. Зместо здарения потерпелую забрали медики. Але по дороге в больнице она померла. Да и означали, что у Жанчины отсутничали светлоотбивальные элементы. У Могилёве молодые мужчины отручився грыбами. Як потом, Ён рассказал медикам, взбирал грыбы у Пячерским лесопарку. Усяго отрымалося 60, а потом зъел их одразу сырыми на место сбору. Молодого человека забрали в больницу. Наказали першую медицинскую допомогу, однако, по словах медиков, от дальнейшей госпитализации Ён отмывился. По слову супрасовников Могилёвского областного центра гигиена и эпидемиологии, это 10-й выпадок отручивания грыбами в области с початку года. Усяго за этот период потерпели 11 человек. Сярод их трое детей. У основным это же хары Могилёва и Могилёвского района. По информации медика, у лета фиксовали отручивание после уживания парасонников, строчков, радовок, а вот на початку осени грыбники скарделися на дренное самочувание после уживания баровиков, подосиновиков и маслят. И в этом ничего дивного. Грыбы могут накапливать у себя бед таксины. Тому, кажут специалисты, их нельга сбирать уздовж дорог и повыш с промысловыми предприемствами. Чемпионат Республики Беларусь по мотокроссе, присвеченный 90-й годию ДТСРА, впродя в Могилёве. Его будет принимать Экстрим Парк 16 и 17 вересня. Пусть поборництва впрымут уделка для сотни спортсменов из всех регионов Беларуси, а также мотоциклисты с России, Балты, Чехии и Германии. Первый день заезда у мотоциклисты с объемом от 50 до 125 кубичных сантиметров. Юниоры и мотоциклы с коляской А8 с 17 вересня. Заезды пройдут у классах 85 и 125 кубиков. Open B и Ветеран. Выстава «Могилёвская фанфара» представила разностайность стилев и жанров мастаков и скульпторов Могилёвшины. Одна из лепших мастацких выстав опошнега часу. Так, лечаць, знал, ценний тому термин выставы у зале на Болдина у областным центры протягнуты до конца месяца. Выстава «Могилёвская фанфара» областное отделение Союза Мастаков Беларуси просветила 750 годзю областного центра. На ее проставлены вельми розные картины мастаков. От реалистичных ретро-картин Бориса Перунинских и пяшотных кветочных пастелей у Светланы Строгиной до незвычайных импрессионистских пейзажу Игоря Беспалова и отметных параллелями с житём и светом модернистских творов Ленины Севаковой. Тут усе у нас разнобайковые, так, кажем, эти самые мастаки. Кожный по-своему бачит этот свет и адлюстровая его в своих парацах. Новая форма и материалы шукае мастак Юры Нестярук. Яго картина с Адам Хусейн выканана не фарбами, а лепопелом. На символ тленности життя усих от королю до пешек. Яшэ адзин твор зимовый краявит нагадаў нам прохудку измену сезону. Это просто адносины плям, ритмам, колеру. Как бы мне важно было это вырошить. Ну, и некой сучасной мовой, тому, что мастак мусить шукать новых вырошэньо, те, кажуть, развязаняў, узнасти некий свой особистый падыход до того, каб некие свои темы выказать. И, конечне, на выставе проставлены скульптуры. Но ваходе вас устракая складаны философский твор Андрея Веробьёва. Але для аматораў иншых мастацких накерункул таксама зноздецца, што паглядзець. Мастаки гавурыць, каб разбірацца ў сучасным мастацтве, трэба ходзець на выставы глядзець, разважаць і спрачацца. Тому запрашаюць ўсіх на махилёвскую фанфару, адрымаць свае ўражыні. Илона Иванова, Юра Аласу, Навіны Рэхіёна. Не просто паглядзець на экзотычных і невельмі экзотычных жывёл празагороджу, але корміті гуляць і імі. Такую махчамысь даюць своїм наведвальникам контактныя зоопаркі. Нашы глядачы наведалі такі ў Магилёве і знялі вида для нашый традиційны рубріки на ўласныя вочы. Як аказалася, сяроджі хару, гэтая контактна зоопарку, екзотычныя яноты, насуха, сурыкаты і більш звычайныя для нас. Морскія свінкі і навад козлікі. Правда, карлікове ўсяго більш за 10 розных видів жывёл. Мы пропонуєм і вам отримать зарад становчих емоцій ад гэтага вида ў нашый рубріце на ўласныя вочы. Слава Віталік. Новая друзя. Молодець. Молодець, може стоять, а вторая. Не знаю, почему. Со мной говорить будеш? Нет, он, походу, его будуть ездить. Привет. Когтики такі. Усе новини глядзіте на нашым сайті tvrmogileo.bain. На гэтым я з вами радвітуюся. Дякую вам за увагу і до зустрічі в ефірі. Дякую. 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 Продолжение следует...